В Челябинске стартовали гастроли знаменитого московского цирка. На арене выступают единственные в мире танцующие пингвины, а также целое созвездие редких дрессированных животных. Примечательно, что это представление совместный проект Росгосцирка и знаменитого ученого и телеведущего Николая Дроздова. Вчера он специально приехал на премьеру и нашел время, чтобы побеседовать с моим коллегой Вячеславом Холмсом. Вячеслав Холмсом спросить, любишь ли ты цирк, он начал бы сомневаться. Но все мы с детства любим цирк. До того, как я попал в Африку или куда-нибудь в Индонезию, я увидел и крокодилов, и шимпанзе, и слонов в цирке, конечно, правда? Буквально в пять лет уже повели в цирк нас всех, правда? И с пяти лет мы видим цирковых животных. И для меня, как для биолога, для зоолога, для любителей животных, ну, цирковые животные – это самые близкие друзья. Именно с ними можно подружиться. Почему же вы приехали посмотреть и полюбить цирк в Челябинск? В Москве же можно цирк посмотреть, если вы так любите цирк. Ну, если вы знаете вообще жизнь цирка, то вы должны знать, ну, вот, вы с телевизионщик, как и я, но вы не знаете, может быть, специфики цирка. В Москве в цирке можно увидеть какое-то одно представление, два, три варианта. А если вы хотите увидеть 10-12 вариантов, то вам надо проехать по всей стране, потому что цирки до сих пор, хотя они имеют свои постоянные здания, гостиницы, даже при цирках есть, в которых я останавливаюсь, как приезжают другие города, но там есть постоянное всем движение вот этих цирковых групп животных. Они едут по всей стране. И чтобы повидаться со своим другом Шоном Коннери, например, я должен приехать сегодня в Челябинск, чтобы повидать его здесь, потому что он здесь, и в Москву он не попадет очень долго. Простите, какой Шон Коннери? Ну, как Шон Коннери? Вы не знаете, вы того еще Шона Коннери вспоминаете? Конечно. Ну, сейчас уже гораздо более знаменитый Шон Коннери, это замечательный такой мой друг-шимпанзе, который выделывает на арене цирк такое, что тому Шону Коннери не снилось. Здесь еще кенгуру, есть еще пингвины, они тоже мои друзья, они прямо идут ко мне, начинают со мной там обниматься, пингвины обнимаются, можете представить? Но тем не менее, мне кажется, вы немножко хитрите, потому что по нашим данным, вы не просто здесь зритель благодарный или человек, который решил встретиться с Шоном Коннери, вы еще здесь, скажем так, советник, советник этого цирка. А что вы видите, и какие советы вы сегодня можете цирку дать? Вот это тоже. Вы знаете, не учи ученого, как это известно такое. То есть я могу скорее поучиться у этих людей, но хотя они просто, может быть, изверженникового возраста и, так сказать, научным званием, они всегда говорят, ну, мы ценим ваши советы. Но это, мне кажется, они делают и с такой излюбезностью. Но они могут, конечно, меня спросить примерно о каком-нибудь пингвине, где он в природе живет, и как ему там, я мог наблюдать, например, пингвинов или шимпанзе в природе, чего иногда артисты цирка не имели возможности сделать, правда, за свои долгие годы путешествий. Вы действительно, я вот с ними делюсь этими своими наблюдениями, впечатлениями о жизни в природе, но я не уверен, что это им сильно помогает артисты цирка. Они так хорошо знают своих питомцев, что я, наоборот, их спрашиваю, а как вот ты научил вот этому, тому, другому? То есть смотришь, животное делает, и надо то, чего уже в природе оно ему никогда не делать. Но ни один шимпанзе не станет бы вставать в природе на руки и стоять, так сказать, делать стойку на руках. Они вообще очень ловкие. Ну, стоять на руках, ну, шимпанзе в природе абсолютно не нужно. А здесь он это делает очень ловко и ждет аплодисментов зрителей, чего в природе тоже не бывает. Николай Николаевич, есть канал «Россия-спорт», есть канал «Россия-культура». Может быть, имеет смысл создать канал «Россия-энимал»? Ну, вы знаете, все-таки... Будь за это? Ну, я не знаю. Дело в том, что мы же на «России-2», которой раньше была «Россия-спорт», кстати. А теперь она стала «Россия-2», и в ней объединились спорт, путешествия и мир животных. И там на этом канале вы можете увидеть «Дискавери», и «Наша планета», «Моя планета», целый большой раздел «Моя планета», к той, ну, как бы, путешествия по природе, по людям, по городам, всего мира. Но если бы сделать целый канал, посвященный животным, как вы думаете, хватило бы информации в России, в том числе через цирки, которые вы видели? Нет, ну, если включать еще и цирки, и зоопарки, конечно, хватило бы. Редактором стали бы? Ни в коем случае. Почему? Да ну это... А вы не представляете, что такое редактор. Я очень хорошо знаю. Или вы знаете? Знаю. Вы знаете, что такое редактор. Ну, так что же мне так хотите такое подложить? Ну, понимаете, я готов ездить, быть ведущим, рассказывать, быть, так сказать, ну, специалистом, как специалист выступать. Но редактор телевидения – это особая профессия. Я вот никогда в их работу не вмешиваюсь и занимаюсь животными в пределах этих передач. Рассказываю о них, показываю их, езжу к ним в гости, к этим животным, в цирк, зоопарк, в дикую природу. Но учить, например, людей опытных и профессиональных, заканчивающих кафедру телевидения, кафедры специальных институтов, повышение квалификации телевизионных работников, я ничего этого не делал. Я зоолог-биолог. Мне говорят, как отредактировать там передачу или как ее поставить, как ее... Ну, это не мое дело. Последний вопрос. Не дай бог. В Челябинске презентовали эту программу. Следующий город, где вы будете презентовать? Ну, так нас... Насколько я знаю, в Тюмени. Тюмени, это, конечно, тоже отсюда совсем недалеко. Да, спасибо. Пол дня доедем, правда? Спасибо, Николай Николаевич.